Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сколько в России исторических парков? Я знаю, что вы работаете четвертый год. И сколько исторических парков работает в России? И в чем особенность работы исторического парка? Еще раз доброе утро. Первым делом мы поздравляем коллег с этим знаменательным праздником, свой родной коллектив и хотим пожелать удачи, достижений в благородном деле. И мы работаем, да, четвертый год открылись в 2017 году. И в России сейчас работает 23 исторических парка. Последний парк открылся во Владивостоке. И к нам приезжают из Хабаровска и завидуют нам, что в нашем городе есть такой уникальный исторический парк. На Дальнем Востоке таких парков? В Южно-Сахалинске и во Владивостоке. Да, три парка всего лишь. Все, всего, да. Мы были первыми, так скажем. Да, да, да. Это отрадно. Конечно. И наша уникальность в том, что у нас мультимедийный формат. У нас есть четыре постоянные экспозиции. И люди, которые пришли на наши экспозиции, могут послушать аудиогиди, всю информацию по залам. Кстати, якутский язык озвучил Эдуард Рудых. Да, спасибо. Да. И на русском языке и на английском языке посетители могут послушать информацию по четырем залам. И мультимедийным форматом современной технологии мы можем погрузить человека в любую тему. У нас есть мультимедийные выставки, делаются. И мы на своих мероприятиях, культурных мероприятиях, пользуемся тоже современной технологией. Это очень помогает. Мы пользуемся анимацией, мы пользуемся проекциями, мы показываем фильмы. И все эти возможности очень-очень помогают в плане погружения и очень заинтересовывают людей. Вот про мультимедийные выставки расскажет наш Миша. Да, Михаил. Ну и еще раз здравствуйте. Ну, мультимедийную часть мы начали внедрять, так скажем, в прошлом году, наверное, или позапрошлым. В основном самая сильная работа, конечно, была проведена уже в 2020 году. Это вот когда мы в Победе делали выставку Победа-75. Ну, она уже, ну, большая часть его была уже состоялась из мультимедийной части. Люди могли приходить, просто вот в зале уже идет проекция кругом. Ну, и также не забывали, конечно, про настоящие артефакты. Они хорошо дополняют уже мультимедийную часть, показывается. Потому что если только мультимедия, то как-то сухо. Если не так хорошо все использовать, а если есть настоящие музейные предметы, это еще так, ну, более оживляет, так скажем, мультимедийную выставку. Так, у вас вот такие экспонаты, артефакты, они временно, да, вы привозите? Да, в основном используются в временных выставках. Вот как раз, как я уже говорил, Победа-75 в этой выставке. Ну, и сейчас, которые идут в выставках тоже. А во время этой выставки какие артефакты Великой Отечественной войны были? Использованы, да? Использованы, ну, письма с фронта в больших количествах, ну, газеты тех времен. Вот, ну, самая такая вот ценная газета, это была газеты 9 мая и 10 мая. Вот именно где писалось. Ну, 9 писали про капитуляцию, про победу, а 10 именно вот такая радостная новость. Очень хорошо подлепоняло. Личные предметы снайпера Кольбертина, да? А, кстати, да, вот еще музей земледелия вот... Олег Минского луса. Олег Минского луса нам предоставили личные вещи. Вот его очки были. Фотокарточка. И также там шкатулка такая традиционная уже. Ну, также там военные артефакты. Каска была в военных времен. А, еще одна тематика очень хорошо посвятили уже Ленд-Лису. Это вот трасса Ляскосибирь. Макеты самолетов. Еще рация тех времен. Так, кнопочка для рации, скажем, телеграфа. Связанная женщинами того времени Шаль была. Ага, ну, очень романтическая история. Конечно, я не так хорошо вник в эту историю. Но вот там Шаль, Матрёны... Возлюбленный Абу... Абу? Торговкина, как говорится. Да. Аба Торговкина. Любовная история, вот как они переписывались. Но, к сожалению, сохранились только письма Торговкина, именно Аба Торговкина. А ее письма потерялись в фронте, потому что он погиб. А то, что он писал, вот, высоколитературным парным языком, вот, все это сохранилось. И все это, ну, выставлялось так же у нас. Очень интересно. Еще какие выставки у вас? Вот на первый год работы, на всероссийскую акцию «Ночь музеев» у нас, на второй год работы, да, у нас стала выставка нашей известной художницы Кэданы Игнатьевой. И это была интереснейшая выставка в том, что была этномузыка, была анимация ее картин, показывались сюжеты из Алан-Хо, и это, да, было таким мощнейшим. Ну, это был первый опыт, а мне он очень-очень понравился. Для Якутии. Вау, такой эффект был. А вы, мы знаем, что вы по количеству онлайн мероприятий, вы являетесь лидером среди учреждений. Культуры республики, да. В прошлом году, как раз в это время, мы все ушли в карантин, и все учреждения перешли на онлайновый формат, и, конечно же, мы тоже среди них. И мы стали проводить онлайн-экскурсии, онлайн-квизы, викторины. У нас появились свои рубрики. И потом наш пиар-менеджер, по его идее, Виталий Абрамова, мы стали делать видеоролики по музею рецептов. То есть аутентично стали готовить блюда наших предков. Сначала парни поехали в Якутский острог, они на жерновах перемололи амгинскую пшеницу. Потом из этой амгинской пшеницы на камельке балагана музея Ярославского я испекла на камельке якутскую лепешку. И это всем очень понравилось. Потом дальше больше Миша ословил... Вот жернова. Да, вот, кстати, да? На фотографии. Да. Потом сделали мы из бересты якутскую жвачку. Ага. Также еще, как его, не корчага, а вот ту. Ага. Сделали, поймали рыбу. Кстати, рыбу мы ловили в городе Якутске. Ну, сперва пытались за городом. Ага. У нас не получилось, рыба не оказалась в этом озере или как-то. Ну, у нас не получилось. Потом так просто приехали в город, у озера Щерса, и понимали, карасей там штук пять, кажется, если не ошибаюсь. Да, и их специально туда запускали. Ага. Дальше соревнования были, подругли. И вы готовили. И все это заснято на видео, и можно посмотреть в музей. И в Ютубе. А, не в музее, а уже в Ютуб-канале. А, у вас еще в Ютуб-канале Инстаграм, да. Да, и, кстати, мы хотим отметить, что количество посетителей нашего Инстаграма более шести тысяч. И это по сравнению с аккаунтами исторических парков, городов-миллионников, намного больше. Ну, да, мы очень сильный такой акцент делаем именно на Инстаграм. Остальные музеи как-то более-менее относятся. То есть используете информационные технологии на полной катушке. Да, 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 да. А какие-то традиционные мероприятия вы проводите? Ну, с самого начала работы мы отмечаем дни боевой славы, дни, знаменательные дни исторические и календарные праздники. И у нас на День России прошел очень удачно проект экскурсии от известных людей. Да, и они пришли на экспозициях, по заданным темам рассказали, и это было очень интересно. В этом году на День Республики, 24 апреля, мы тоже продолжаем этот проект и приглашаем вас, Эдуард, на экскурсию. Мы хотим, чтобы вы провели экскурсию. Мы знаем, что вы ведете рубрику «Этот день в истории», и мы думаем, что вы не откажетесь. Не знаю, посмотрим. От режима работы очень многое зависит. И какие еще интересные факты из вашей деятельности? Интересных фактов. Если про выставки говорить, то самые интересные выставки, вот именно теми, которыми мы занимались, конечно, являются именно настоящие выставки, которые иногда, к сожалению, остаются не такими хорошо посещаемыми. Примерно недавно была выставка картин, уже посвященная войне. Ну, просто вот картины, как, скажем, галерея. А, картины. Ага. У нас в музее также еще вот такие выставки бывают. Произведения художников, я знаю, вы показываете. Да, «Лики Победы», да. Вот «Лики Победы» картина называлась, если не ошибаюсь, тоже посвященная 75-летию Победы. Ну, еще также намечается вот очень интересная выставка, скажем, такой второй опыт для нашего музея, уже выставление вот, а третий опыт даже, археологических артефактов. Мне очень интересно. Ага, людям вот такие моменты очень нравятся, именно археология, что-то неизвестное. Ну, еще какие? Ну, помимо вот культурных мероприятий, мы занимаемся еще просветительской деятельностью, мы непосредственно работаем с образовательными учреждениями, у нас есть образовательные проекты, консультации по подготовке к ОГИ и ЕГИ, занимательные истории, у нас есть проект по закреплению пройденных материалов на уроках истории. И у нас есть комплексные программы, куда учащиеся приходят и на заданную тему, они слушают экскурсию, потом играют в квест и могут еще в мастер-классах узнать многое. То есть работа с молодежью, с детьми, с учащимися школ. Мы прерываемся на паузу, скажем так, через пару минут продолжим разговор. У нас в студии будут следующие сотрудники, Лада Петровна и Всево, и Сергей Васильевич Николаев. А вам? А вас? Вам я. Желаю всего доброго. Уважаемые радиослушатели и телезрители, Якутск сегодня продолжает свою работу в прямом эфире. У нас сегодня в студии сотрудники исторического парка «Россия. Моя история». Напоминаю, сегодня в России свой профессиональный праздник отмечают работники культуры в студии. Гости нашей студии Лада Петровна и Всево, методист отдела культурно-просветительской и экскурсионной деятельности. И Сергей Васильевич Николаев, экскурсовод. Доброе утро. С праздником вас. Спасибо. Спасибо. С добрым утром. Телефон на прямом эфире 320066 и 321166. Ватсап 8-964-428-8818. Лада Петровна, вы автор многих проектов парка. Расскажите, пожалуйста, об этих проектах. Мне кажется, меня скоро выгонят без парка. Потому что когда я прихожу уже в кабинет руководственника, опять что-то придумала. Безусловно, проект, которым я горжусь, это проект, который сделан из ничего. Волонтерский проект «Город ненужных игрушек». Это был изначально грант, по которому мы планировали просто собирать у населения ненужные игрушки, детские книжки, материалы для творчества и передавать их дальше нуждающимся. Но из этого, на самом деле, родился проект, вообще выходной день в историческом парке. Потому что мы все игрушки стали сортировать и часть оставили в парке. Но деньги гранта закупили детский уголок. У нас получилась полноценная игровая зона. И сейчас даже школьники, вот у нас вчера приходили школьники, студенты колледжа, им говорят, ну вот же экскурсия. Какая экскурсия? Тут же куколки и машинки. Да, то есть появилась дополнительная точка притяжения. И, в принципе, такая бесплатная игровая для жителей Прометея, для тысяч детей. И на базе вот этих сданных материалов и книжек мы стали проводить буркроссинг детских книг и мастерские. То есть сейчас у нас практически каждую субботу проходит мероприятие с посещаемостью 150-200 человек за день, где можно прийти и посмотреть детскую сказку кукольную, и забрать себе любые книжки, игрушки совершенно безвозмездно, и поучаствовать в этих мастерских, и посмотреть какие-то мультики. В общем, вот такая веселая движуха. Это называется «Город ненужных игрушек». И причем в этот проект мы еще включили детей-волонтеров. Это, по-моему, единственное место в городе, где можно детям зарабатывать. То есть мы их примируем, самых таких активных. И они прямо получают деньги. Мы их кормим в буфете за то, что они помогают нам проводить мастерские и сортировать вот эти как раз книжки. Второй проект, которым я, наверное, не очень уже горжусь, потому что это в прошлом, и все стоит себе и стоит. Это вот Стелла здесь был. Арт-объект, на котором нанесены имена людей, прославивших так или иначе Север, Якутию, наш город. Которые здесь проезжали, останавливались, отправлялись дальше в дальнее путешествие или там ссылку, а потом с большой любовью писали о якутянах. Это, конечно, Короленко, который здесь стал писателем. Это Иосиф Бросхий, который, хоть и обозвал наш город страшно, но тем не менее, тоже здесь почувствовал себя поэтом. Это Гончаров, который просто восторженно писал о людях, которые осваивают эту территорию, и как они его здесь гостеприимно принимали, что он тут не просыхал от шампанского, и очень радушно его принимали. Ну, Бестужев Марлинский, безусловно, который здесь тоже провел полтора года. И вот этих людей мы все нанесли на стену. И причем интересно то, что полтора года назад, даже, может, больше, да, я сидела как раз в студии Тетим, беседовала с Аленой Шкулепой, и мы тогда с ней буквально намечтали эту стену. Она сказала, о чем вы, Лада, мечтаете? Я сказала, ну, вот я хочу, чтобы была такая стена, чтобы я на экскурсии махнула рукой. И там все эти люди, которые приезжали в Якутск, и о которых мы не вспоминаем, потому что мы не знаем, мы удивляемся, как тут был тот-то и тот-то. Она говорит, ну, желаю вам удачи. И буквально через три месяца сортовал конкурс «Культурный след», я подала заявку, и вот неожиданно вошла в пятерку победителей, да, и вот сейчас эта уже стена стоит. И интересно то, что эта стена, она породила уже следующую работу с посетителями автобусной квесты. Почему автобусной? Потому что представьте, что в минус 50, да, мы ходим, удивляем, там вообще даже замерзнет все, телефоны, микрофоны и так далее, поэтому только автобусной. И вот первый такой квест, промо-квест мы провели в декабре, да? Да. В декабре, в минус 44 градуса. Называется «Охота, пущение воли», пазик был полный. Вот, и, значит, поехали с нами студенты, краеведы, члены русского и графического общества, и вот в полном тумане, даже вообще было непонятно, где мы едем, мы объехали самые такие необычные места города, о которых тоже многие не знали, там, допустим, тот же «Камень поляков», и что-то вообще за «Камень поляков», и кто там написан. И вот мы втроем по очереди рассказывали, да, Сергей рассказывал об авиации, кто-то там о ссыльных, и все были в таком восторге, что как это, неужели эти люди здесь были, такие тут события происходили, да? То есть Якутск, он похож, в принципе, на луковицу. Вот сверху, когда мы смотрим, это такая какая-то шелуха желто-коричневая, но когда ты начинаешь снимать слой за слоем, что ты начинаешь делать? Начинаешь плакать. И также здесь, когда люди узнают истории, людей, которые проходили через наш город, сколько тут вообще было слез трагедий и драм, да, и вот действительно вот такое рождается чувство гордости, боже мой, это же вот действительно форпост России, это узловая точка многих-многих экспедиций и путешествий. И вот как раз завтра, завтра, да, завтра пройдет уже городской молодежный квест в рамках фестиваля Мусу Стар, где мы 96 детей, 8 групп, везем уже вот эти автобусные квесты по городу. И Сергей? Ну, если говорить про мою деятельность, то я начал работать только в начале октября месяца прошлого года, но на тот момент, ну, я же пошел на ставку экскурсовода, на тот момент не так было много экскурсий из-за коронавирусной, скажем так, ситуации, поэтому у меня было довольно-таки много свободного времени, которое, думаю, что я использовал с пользой. Во-первых, мы очень сильно переключились на онлайн направление, то есть каждую среду, но сейчас уже не так ред, не так уже, скажем так, часто проводим, но, например, уже с октября по декабрь месяц, каждую среду мы выпускали в прямой эфир разного рода лекции, то есть либо они были, скажем так, намечены на определенную дату, либо просто мы брали, продумывали тему интересную, вот говорили то, что давайте возьмем и сделаем это. Ну, если говорить про такие вот вещи, ну, первый мой эфир был посвящен, например, истории хлеба, то есть как появился хлеб, откуда он был у нас, первые, скажем так, виды хлеба, из чего он делался, и вот так вот до современности. Если говорить в дальнейшем, то у нас также были тематические такие вот, то есть посвященные Ленинграду, блокады Ленинграда, Сталинградская битва, например, мы еще говорили про матерей российских, скажем так, правителей, императоров, царей и ежеподобные. Но если говорить про такую вот, скажем так, деятельность, то есть самое главное в ней, чего я сильно очень боюсь, если я расскажу какую-то дезинформацию, потому что когда ты занимаешься данной деятельностью, ты должен проверять каждый источник, смотреть, то есть каждый факт должен в двух-трех источниках найти, чтобы удостовериться в том, что он проводил, потому что если ты будешь просто рассказывать, например, информацию, вот тогда-то он был, тогда-то то, то это не так интересно, нужны интересные факты, потому что людям это, скажем так, им нравится. Не сухие факты, да. Да, не сухие факты никому не нравятся, и то же самое я пытаюсь делать, когда я провожу экскурсии, то, что рассказываю такие вот интересные факты, например, про правителей, как они жили, чем они ездили, потому что когда ты начинаешь, например, брать и изучать историю правителей, то понимаешь, что это не какой-то вот человек, который наделен очень большой властью, в первую очередь сам человек, его личность, то, что зачастую, например, правители, они не такие, скажем так, как мы их привыкли видеть. Ну и еще также вот в моей деятельности в музее, в принципе, вот 23 февраля я был организатором, скажем так, нашего субботнего мероприятия, посвященного, ну, взрослой программы на мне была. Если это говорить, то вот, когда я организовывал данное мероприятие, то я думал, что нам не хватает, скажем так, вишенки на торте. То есть у нас разного там приходили, скажем так, мастер-классы те же самые у нас организовывали, да, но самая главная проблема, то, что не было того, то, что могло заинтересовать большое количество людей. Поэтому как-то я увидел два баннера и подумал, у нас же есть возможность организовать страйкбольный тир. И вот за ночь до мероприятия мы его монтировали несколько часов. Это заняло очень большое количество времени, но оно того стоило, людям очень сильно понравилось. — А оружие страйкбольное? — Да, страйкбольное оружие было. То есть это у нас был Ацевал, насколько я помню, это еще у нас был М4. Ну, по сути, хотелось бы... — Это ваше, собственно, или у какого-то клуба с кем-то договорились? — Нет, ну, я договорился с младшим братом, во-первых, что он страйкболист. И еще со своим, скажем так, однокурсником. Он тоже отвлекается страйкболом, и он вот нам помог очень сильно. Ну и также самое главное, что дает парк, он дает не только вот ты и работаешь экскурсоводом, например, он дает тебе дополнительные навыки, он всегда тебе что-то предлагает, потому что много есть специалистов, ты с ними всегда пересекаешься, и часть их, скажем так, компетенции, ты на себя со временем вырабатываешь. Например, в декабре месяце я вот тоже занимался, скажем так, монтажом видео, первый раз. Очень сильно понравилось. Когда сидишь, пьешь кофе, и вот монтируешь, монтируешь, монтируешь. — Что монтировали? — Вот я монтировал ролик, посвященный битву за Москву, то есть это у нас 1941 год и еще начало 1942 года. То есть это у нас, во-первых, наступление на Москву самих немцев, и после этого уже контрнаступление. Контрнаступление, и вот надо было еще видеоряд подобрать, хорошо в YouTube посмотреть, все это взять и, скажем так, еще картинки добавить, но там больше, скажем так, видео, потому что все-таки у нас видеоматериалов по данной теме довольно-таки много. И вот действительно мы в пятницу, у нас будет, скажем так, квест. — В пятницу квест, а в субботу мы хотели пригласить семьи на любимый, наверное, мной уже праздник, «Дети в музее». То есть это выставка детских коллекций, когда Сергей занимается оформлением, то есть любой там коллекционер безумный школьного возраста может принести свои значки, фантики, что-то еще и так далее. И прямо под настоящую стеклянную витрину с этикетками положит, и напишет, что Вася Петров это собирает. И плюс мы еще делаем город будущих профессий, где ребенок не просто будет там попробовать себя как в Китлурге, а мы делаем город будущих профессий. То есть человек, заходя на экспозицию, он попадает в 2030 год, и он будет общаться уже с менеджером Зоро Вест, специалистом по рециклингу, специалистом менеджером по здоровому образу жизни и так далее. То есть мы как бы переносим их в будущее, где они становятся стажерами людей, профессий, которые тогда возникнут. Это будет в субботу с 13 до 16 часов. — А сейчас вот в связи с пандемией у вас заполняемость какая должна быть, и что должны, то есть люди в масках должны приходить? — Люди в масках, конечно, у нас стоят так же, как у вас, да? — Ага, спенсоры. — Да. Все это стоит, плюс на экскурсии не может быть более 15 человек, поэтому когда приезжает класс, мы их как раз делим. Но у нас 6 тысяч квадратных метров, да? Слава богу, у нас площадь парка позволяет разводить потоки достаточно легко, и действительно очень много специалистов, как Сергей говорит, с разными компетенциями. Поэтому у нас есть квеста-мастер, да? Есть экскурсоводы, их три сразу за смену. Есть волонтеры, которые могут всегда сделать мастерские. Поэтому мы вот так разводим потоки. — Через пару минут мы продолжим наш разговор. Напоминаю, у нас сегодня в студии сотрудники исторического парка «Россия. Моя история». Оставайтесь с нами. В прямом эфире передача «Якутск». Сегодня в студии сотрудники исторического парка «Россия. Моя история» Лада Петровна Евсеева, методист отдела культурно-просветительской и экскурсионной деятельности, и Сергей Васильевич Николаев, экскурсовод. К нам по WhatsApp поступил вопрос. Во-первых, за прошлый год сколько посетителей посетили ваш парк? Но все мы знаем, что из-за пандемии такие мероприятия в культурных учреждениях не проводились. Практически были закрыты очень многие учреждения. Сколько в музее про… Как вы освещаете историю Якутии? Ну, давайте Сергей расскажет про оффлайн, а я про онлайн-деятельность. Во-первых, мы ведем… Вот как раз пандемия, не было счастья, да, несчастье помогло. Наверное, мы бы не были так сильно, как сказать, прокачаны в онлайн-истории Якутии, если бы нам не пришлось создавать буквально контент с началом пандемии. И мы запустили такие интересные рубрики, вот те же самые герои-якутяне. То есть мы брали, прослеживали путь всех героев Советского Союза, которые были выходцами из Якутии, про каждого из них писали. Мы писали, открыли рубрику «Они выбрали север». То есть про тех людей, которые, не родившись в Якутии, приехали сюда и отдали Якутии жизнь. Ну, тот же композитор Гран Григориан, да, или дирижер Галина Кривошапка, или строители Ефим Жорницкий. То есть все вот такими на слуху, это же все были не наши, да, люди. И тем не менее, вот мы их помним и благодарим. И так далее. Вот эта рубрика «Они выбрали север». Сейчас мы запускаем рубрику «Крылья России», как раз про изобретателей, авиаконструкторов, самолеты которых используются на севере. Есть рубрика «Занимательное краеведение», где мы как раз рассказываем про вот того же Герлинга, строителя мостов на Колымской трассе, да. Есть рубрика сейчас «Топонимико», да, «Топонимико Якутии», откуда взялись названия «Марха», «Хатас» и так далее. Она тоже вызывает большой отклик. То есть вот каждый раз мы, опять же, выполняя чей-то запрос, чей-то просьба осветить тот или иной страницу, да, вот мы придумываем рубрики и постоянно их ведем онлайн. Вот такая у нас работа в Инстаграме и в Ютубе. Ну, если говорить про оффлайн-направление, то у нас зачастую проходят выставки, то есть каждый желающий может взять и предоставить нам материал, мы все организуем. Вот если говорить про такие крупные выставки, то у нас недавно была «Победа 75». То есть в прошлом году, в четвертой декаде, данная выставка была подсвечена якутянам, которые участвовали на полях сражения Великой Отечественной войны. Ну и вклады, по-моему, тыла тоже. Да, то есть у нас там не только были именно их вещи, например. Мы на тачах взяли и сделали, например, по каждому справку, кто он, как жил и ежеподобные. И вклады улусов там были, да, в «Победу». И если говорить сейчас, какие у нас есть выставки, то у нас выставка, посвященная Ивану Мигалкину, основоположнику Степной Думы. И если вот так вот говорить про наши выставки, посвященные Якутией, то, в принципе, мы ее неплохо освещаем. Даже в том году, да, был и Красильников. Да, еще Красильников у нас был. И также у нас в мультимедийных экспозициях, в наших основных, это Рюриковича, Романова, первая и вторая половина X века, у нас есть тачи, посвященные нашему краю. То есть, например, как в Рюриковича вы заходите, вы видите, например, самые древнейшие города России, она расположена на территории России. И потом у нас есть отдельный тач, посвященный уже, например, по Леолиту Якутии. Как он у нас проходил. Потом, если вы поднимаетесь, например, Романовы, то вы уже видите Оржакова, потом вы видите, посвященный Мигалкину, потом Кюлюмнюр. То есть, в принципе, у нас довольно-таки неплохо с этим. И зачастую у нас, когда гости приезжают из других городов, они как раз про Якутию хотят узнать. Получается, да, отдельная такая экскурсия, чисто мультимедийно по истории Якутии. То есть, да, приходится, говорят, что мы, в принципе, видели этот зал, но мы хотим посмотреть историю Якутии. Так что они уйдут у нас, ну, по залам мы их проводим. Если у нас, вот проводится еще, например, выставка, посвященная истории Якутии, то мы тоже туда их ведем, они им смотрят. В принципе, да, им очень сильно нравится. Мы сейчас подали на президентский грант как раз выставка современной истории Якутии. Ну, там, конечно, все средства заложены на... То есть, мы собрали шикарные совершенно коллекции фотографий, которые, наверное, никто не видел. То есть, это сами люди сдают, да, там, какие-то альбомы находятся на чердаках вообще с уникальными фотографиями. Теперь задача все это запрограммировать и запустить на большие экраны. Вот сейчас ждем итогов президентского гранта. И плюс вот в таких мультимедийных выставах в том, что они могут создаваться, могут... Да, 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 да. То есть, сколько человек может увидеть фотографию в альбоме, да? Да. Ну, вот сколько. Ну, альбом нельзя полистать. Да, тысячам человек. А мультимедиа, да, на большом экране, да, еще под музыку, да, когда задействованы практически все органы чувств, это, конечно, совсем другое восприятие. И насколько люди вот приходят со своими инициативами в создание какой-нибудь выставки? Ну, вот буквально вчера мы ставили на витринах куклы, даже не поверили своим глазам, в Мегино-Кангаласском улусе, на Слиге, название, вот, к сожалению, забыла, да? Кукольницы-мастера сделали жителей своего улуса почетных, да, там, агроном, председатель кахоза и так далее. То есть вот такая живая память, прямо вот она на кончиках пальцев. И вот мы их поставили бережно под витрины, да, наверное, тоже сделаем сюжет про этих людей, пожалуйста, вот так. Ну, если еще говорить, то вот недавно, у нас сейчас проходит выставка, посвященная столетию комсомола. То есть как это выглядело, вот, наш ликвидский комсомол взял и вот связался с нами, сказали, что были готовы предоставить реквизит для выставки. Ну, они предоставили, и вот все это начали уже брать и ставить, но по, скажем так, разного рода витринам, откатавливать тачи и вот картины вывешивать. Вот примерно так все это, скажем так, организуют. Университет героев, да, вот эти фотографии студентов в красной зоне у нас тоже. К нам поступил звонок, алло, доброе утро, слушаем вас. Добрый день. Сегодня столетие якутского комсомола. По истории якутского комсомола, что у вас есть и что вы планируете? Именно по рядовым комсомольцам. Именно по рядовым комсомольцам. У нас таковых сейчас на данный момент планов нет. А вы были на выставке вообще посвященной комсомолу? Ну, отключился. Выставка как раз сейчас идет, и все жители Прометея, которые придут к нам на выборы с пятницы по воскресенье, эта выставка будет работать специально для того, чтобы, по крайней мере, жители автодорожного округа, да, даже свои выходные могли на нее посмотреть. Заодно и посмотреть, без того, что вы сейчас на выборах. И еще какая, вот радиослушатели спрашивают, вот в 18-19-х годах, а, это про посещение, он спрашивает. Ну, план у нас 70 тысяч в год. План мы выполняли, да. И, наконец, сейчас, я не знаю, наверное, планы будут как-то, видимо, корректироваться, Минкультуры, да. Ну, по крайней мере, мы делаем все. Мы, конечно, не столько смотрим на план. Мы каждый день придумываем 100 причин прийти в парк. Потому что каждый из нас делает свое дело и придумывает, чтобы у ребенка трех лет, у бабушки 70, да, у мамы 35 был повод и причина туда вернуться. Прийти не просто посмотреть там, да, еще раз выставку, которую она видела, да, прийти увидеть другую выставку, пройти мастер-класс, пройти квест, поучаствовать в каких-то фестивалях, в которых концерт посмотреть. Сейчас у нас, по-моему, у нас вышла киносеть, да, якутская. Мы планируем кинопоказы, то есть, получается, жители Прометея получат там кинозал. Вот рядовой Чаерин скоро у нас должен пройти, да. То есть, это будет вообще просто общественное пространство. Вот я сплю и вижу, что у нас там будет просто исторический парк, да. У вас еще и какие-то лекции проходят, да? У нас проходят лекции, да. И сейчас мы с Сергеем хотим подать на спортплощадку в историческом стиле. Давайте сейчас намечтаем, чтобы это через год сбылось, да. То есть, мы хотим, как башню Тыгына, из бревен. Андрей Высоких нам, директор профимаркета, обещал как раз помощь, да. Опять уже подаем на грант. Если выиграем грант вот на оплату вот этого материала и стройки, то, опять же, около парка будет прямо целая такая настоящая спортивная площадка, но она будет из бревен, из лиственничных таких пропитанных бревен. Вот, да, звучит очень неплохо. Да, да, да. Через год придем и расскажем вам. Вот уже площадка. Вот еще у нас зачастую проводятся тоже тематические лекции, экскурсии. Зачастую с нами связываются школы. То есть, они говорят, что по какой-то тематике нам бы хотелось, чтобы мы провели экскурсию. Мы вот по зуму берем и связываемся с ними. И вот уже так вот проводим в онлайн-формате, либо используя наши тематические, так уже... Да, даже крест онлайн проводят. Но еще Сергей про себя поскромничал сказать. Он сейчас проводит экскурсии, называется «Простыми словами» для младших школьников, для которых вообще еще нет истории, да. И он прямо берет картинки и показывает. Вот ваши ровесники. Во что они играли? Что ели? О чем печалились? Чем дышали? Чем интересовались? Да вот 300 лет назад, чем жили там, или 500 лет назад, чем жили ваши ровесники? Какие у них были игрушки, да? Во сколько лет они становились уже мужчинами-защитниками Отечества? Когда вы сидите в телефоне, он уже шел на войну. И вот это называется «Простыми словами» экскурсия. И какие планы у вас на ближайшее будущее? Ну, все, конечно, зависит от, я говорю, от этих грантов. Мы ждем в современной истории Якутии. А гранты куда подойдете? Кто это решает? Ну, я занимаюсь грантами, поскольку мне это интересно. Это как такая рулетка хорошая. На самом деле, конечно, мы будем это делать, несмотря на гранты. Но сейчас, я говорю, главная задача современной истории Якутии – огромная мультимедийная выставка, которая должна открыться в 2022 году. Ну, спортплощадка – это уже наша личная мечта. И запустить полноценную экскурсионную программу по городу. Как пешую, так и автобусную. Вот на этом мы будем работать. И плюс еще, если наступает лето, да, то это будут летние краеведческие программы для школьников и взрослых. Вот это наши планы. И к столетию Якутской АССР, государственности нашей Якутии, у вас тоже, наверное, будет. Само собой. Да, уже сейчас начинается подготовка. Ну, в первую очередь, это пока сбор материалов от горожан, от якутян. Поэтому, если у вас есть какие-то уникальные материалы, то welcome в парк. Спасибо. У нас в студии были сотрудники исторического парка Якутия «Россия. Моя история». Это Сергей Васильевич Николаев, экскурсовод, и Лада Петровна Евсеева, методист отдела культурно-просветительской и экскурсионной деятельности парка. Еще раз с праздником. Спасибо. Уважаемые радиослушатели и телезрители, всего доброго. Спасибо.